Шаббат шалом, дорогие друзья! Шаббат шалом хаверим, все любящим Бога! Мир и покой в ваши семьи, мир и покой в ваши дома, в ваши сердца. И пусть миром Господним наполнится все ваше, пусть этот мир, который превыше нашего разумения, придет в каждый дом, в каждый дом верных, призывающих имя Господним. И пусть этим миром наполнится все. Сегодня Шаббат, сегодня мы входим в то присутствие Божие, в тот день, в который Он отделил для себя. И естественно, что как и праздники Господни, так и Шаббат являются святыней Бога. Объясню, почему так, потому что Шаббат, это, если мы будем читать левитов, там написано, вот дни Господни, вот праздники Господни. И там говорится за праздники, там говорится за Шаббат. И, ну, глупо выглядит то утверждение, когда говорят, что Шаббат это для евреев, праздники это для евреев, закон называют Моисеевым, то есть, как будто это Моисеев его написал. И, соответственно, ну, как бы на этом основании и обманывают людей. Знаете, есть такое очень сильнейшее понимание в туре. И я не знаю, кто-то обращал, я уверен, что те, кто читают, те обращал на это внимание. И там написано, с Шаббат есть знамение вечное между мной и с моими сынами, и сынами Божьими. Вот как, ну, еще раз, Шаббат есть суть знамения между мной и сынами Божьими. И здесь мы понимаем, что народ его, так же вот любят в христианстве, особенно те, кто в воскресенье устраивает служение, они любят говорить, что там у евреев написано, а для народа Божьего остается субботство. Так это ж правильно, так оно и есть. Для народа Божьего остается субботство. То есть, мы не можем нарушать покой. Мы не можем нарушать этот праздник, который Бог считает своим. Понимаете, мы, есть вещи, которые, ну, очень, как бы, ну, еще можно подставить под сомнение, или там о них дискутировать, но есть то, что оно твердо, как камень, как камень. Слово Божье, оно неоднократно, оно сравнивается с вот этим камнем, который дает нам четкий фундамент в нашей жизни. Когда мы стоим на нем, мы стоим на твердом основании. Мы не стоим на песке, мы не стоим на еще каких-то там, ну, движимых почвах. Мы стоим на камне. И это значит, что Слово Божье, оно непоколебимо. Так и шаббат. Вы знаете, есть одно такое разумение, или мудрость, или, ну, еврейское, когда говорят, что нисколько евреи хранили заповедь о субботе, сколько заповедь о субботе хранила их. Заповедь о шаббате помогла нашему народу сохранить свою этентичность. Она помогла нам не растеряться среди других народов, вот так просто рассеяться. И был народ, не стало его. В Библии есть примеры этому. К примеру, амавитяне, майавитяне, это те народы, которых уже не существует. Так же не существует такого народа, как египтяне. За то, что египтяне издевались над Израилем, когда он был у них в рабстве. За то, что они творили там страшные вещи, потому что Медреши рассказывают, и в Талмудах написано, что они брали детей и живем замуровывали в стены вместо кирпичей, когда люди не успевали делать ту норму, которую они им поставили. Забирали детей, засовывали вместо кирпича и замазывали глиной. Вот до таких зверств они доходились. Сейчас египтян не существует. То, что находится на территории Египта, это арабы, ну и другие народности. Но там нет ни одного египтянина. Вот так происходит тогда, когда есть поползновение на народ Божий. И не зря Бог говорит, что касающийся вас касается моего глаза. Это, ну, по мере меньше очень опасно и очень неразумно делать это. Дальше о шабате. Так вот, вот эту мысль закончу, которая говорит, что не сколько евреев хранили заповедь о шабате, сколько заповедь о шабате хранила их. Действительно, так и происходило. Потому что это то, вот есть такие воспоминания детства, да, это когда шабат, это когда все, ну, закрывались окна, прекращалась всякая работа. Все, и семья, еврейская семья, она погружалась в вот этот мир и покой. Там за окном бушевал хаос вот этот, люди там гуляли, плясали, танцевали, что-то делали. Но здесь, за окнами в доме, семья еврейская погружалась в этот мир Господний. И благодарила Бога, что Он избрал нас и что Он вводит нас в этот шабат. На праздники Господней никто по своей воле не может прийти. Ровно как и на шабат. Ну, скорее всего, что люди могут прийти, но получить откровение о шабате. Если ты не Божий, ты не получишь его. По принуждению или по своей какой-то, вот сейчас помогут кто-то послушать меня и скажут, о, если это знамение между мной и сынами Божьими, то я пойду, я тоже сын. Да, ты пойдешь, но если тебя туда не позвал Господь, ты долго там не будешь. Ты вернешься все равно на свое и будешь делать то, что тебе нравится делать, а не то, что Бог говорит делать. Понимаете, есть такой момент, и все спорят, выясняют, ну, возьмем, к примеру, Ишуа, да, и о нем говорят, вот он сын Божий, сын Божий, и вот, ну, утверждают это. Но мало у кого есть понимание, почему он сын Божий. Ну, вот, скажем, почем это видно, что он сын Божий? Почем мы можем с такой умозаключения сделать, что он сын Божий? А то, что он сам за себя говорил, так и я могу много чего о себе говорить. Ну, это же не будет значить, что то, что я говорю, вот сейчас я на себя скажу, я царь вообще, царь Украины. Вот принимайте меня таким царем, вот и все. Ну, это не значит, что я стал царем. Почем было видно, что Ишуа есть сын? В Туре есть такое обращение к Богу, Бога к своему народу, и он говорит, Израиль, потому не сын мне, потому что не слушает меня. И если мы сделаем это, перевернем, ну, по-другому перефразируем, да, когда Израиль сын мне, когда Израиль послушен мне. И в этом и заключается вот это тайное сыновство. Мы дети, и мало детьми назваться, надо еще быть по сути ними. Надо делать то, угодное Богу, Отцу нашему. И тогда мы вот, ну, и тогда мы в радости. Понимаете, Шаббат это седьмой день, да, а что следует за седьмым? Восьмой. Восьмерка это символ бесконечности, то есть вечности. И для чего Шаббат здесь на земле, для чего Бог вот осветил этот день и отодвинул его от других дней? Он сказал, шесть дней работай, а в седьмой день у Господу. Потому что мы в седьмом дне, мы готовимся перейти в восьмой. Туда, где будет полный покой, где всякие дела, всякие вот такие, суетливо всякое, будет отодвинуто на второй план. А на первый план выйдет, ну, оно вообще будет удалено. В вечности мы будем в покое. И поэтому народ Божий, приходя из субботы в субботу, из субботы в субботу, приходя вот на свидание с Богом, потому что Майадим, это, если его перевести, ну, переведено как праздники, но это слово очень трудно перевести на русский язык. Почему? Потому что в нашем понимании праздники это какая-то веселуха, это колбасы, мясо, это вот такая вот водка рекой, да, у кого это было так, ну, можно и без водки, но праздник это вот такое провождение времени праздное. Я могу отдыхать, могу там, ну, что хочу-то и делать. Ну, и вот, вот в нашем понимании, что такое праздник. Но вообще это не о том. Ну, Майадим, это праздник Господень, да, праздник, это, его можно, если глубоко в это слово посмотреть, это, ну, можно перевести как свидание с Богом. То есть Бог приглашает свой народ на свидание. Бог приглашает свою жену на свидание с ним. Израиль Божий есть его народом, и Бог каждую субботу, он встречается со своим народом и наполняет их сердцем миром, освящает, отделяет от других народов, потому что что нас может отделить от других народов? Естественно, нас отделяет от других народов. Это соблюдение Слова Божьего и жизнь по Слову Божьему. У кого-то был отец, да, и он научил, учил, как правильно жить. И человек вырос и жил по тому наставлению, которое давал ему с детства отец. Мы же народ Божий, мы наставлены Богом. И мы живем по тем правилам, которые для нас дал Господь. Ведь в законе закон не против человека. Закон за человека. Всегда так было и всегда так будет. Поэтому кто соблюдает шаббат, те с сыны Божьи. Вот от этого никуда не уйдешь. Все, кто вне этого, возможно, кто-то на пути, а возможно, кто-то и вообще никогда не дойдет до этого. Но мы не будем людям ярлыки навешивать. Потому что много людей сейчас находится еще под действием вот этого колдовства, которое 2000 лет происходило, и которое вот так опутало множество людей. Написано, что Вавилон был золотой чашей в руке Господа. Из нее пили народы и безумствовали. Вот 2000 лет безумствия натурального. Это безумие продолжалось, и оно приобретало разные формы. Разные такие, знаете, эта система мутировала. То католическая была, то православная, то потом протестантская добавились. И она постоянно мутировала, то есть она приспосабливалась к времени. Для чего? Для того, чтобы захватывать все больше и больше людей. И естественно, что написано, что она упита кровью святые. Кто такие святые? Святые – это те, кто отделились, вышли из системы и жили по правилам Божьим. Ну, соблюдая тот же шаббат, да? И они убивали раньше. Сегодня, ну, этого нету, сегодня нет физического убийств, потому что есть уже законы стран, да, которые запрещают этого. Но сегодня, поверьте мне, никто, ничего, как бы ничего не изменилось. Если раньше убивали физически, то сейчас пытаются убить духовно. Растоптать, убить тебя лично, стереть, оболгать, навесить кучу ярлыков, чтобы у тебя вообще не было окружить, погрузить тебя в вакуум, чтобы, ну, люди боялись даже с тобой здрасти. Мы когда, сказать, мы когда приехали в Закарпатье, то мы, ну, сначала меня это, конечно, ну, чуть-чуть повеселило, потому что мне аж такой, знаете, иногда аж дрожь была, ну, аж такой я не понимал. Но люди приходили к нам ночью, церковные люди, приходили к нам ночью, чтобы поговорить о законах Божьих, о благодати, о том, зачем дана благодать нам ночью, под покровом ночи, как вот это негодим, когда так Иисус укрался. Так точно к нам приходили люди, потому что боялись своих пастырей, боялись, что если узнают, что они пришли к нам и, ну, все знали, о чем мы говорим, о чем мы учим, то тогда будет, ну, скандал там церкви, их могли отлучить или на замечания и все такое. Все, ничего не изменилось, все продолжается, только, ну, немного смещены акценты. Ну, не будем о плохом, шаббат шалом, дорогие, и я буду заканчивать со следующей, завтра шаббат будет, мы будем в покое, и, возможно, вечером, возможно, со следующего, ну, со следующего дня, ну, с воскресенья, с первого дня недели, мы начнем, я думаю, с Божьей помощью и с Божьим благословением записывать тему семьи. И, пожалуй, начнем мы с добрачных отношений между юношей и, ну, юношей и девушкой. Это очень важно, и, вы знаете, всегда важно правильно начать. Если вот мы, ну, берем неправильное начало, да, ну, хоть чуть-чуть, вот возьмите, к примеру, там, пароход, который плывет по морю. Если он, ну, с курса на полградуса собьется, казалось бы, что тебе полградуса? Ну, вот он едет, и никто не замечает даже этих полградусов. Но, когда он проедет тысячу километров, этот сбой даст поразительный эффект. Он придет совершенно в другую точку, не в ту, в которой он шел, а гораздо, ну, очень далеко от попадания, да. Так же ж и у юношей, и у девушек. И я не знаю, очень мало этому вопросу уделяется внимание, как по мне. Но мало кто говорит об вот этих отношениях, о отношениях до брака. Потому что, если устояли, если не дали похоть из себя захватить, тогда это правильное начало, и оно, ну, делают такой маленький анонс, и оно потом будет влиятельно на всю жизнь. Мы начнем, конечно, изучение Торы, мы осудим вот эти вопросы, да, из бытия, чтобы было понятно, я буду говорить, как на русском оно называется, к ней, из бытия. Там, где вот было положено начало взаимоотношения мужчины и женщины. Посмотрим, какие ошибки сделало допотопное поколение в этих отношениях. Как все происходило. И важно еще одно понимание, зачем мужчина и зачем женщина. Почему? Ну, еврейство не признает, ну, как бы считает, если мужчина одинок или женщина одинока, это считается, ну, негласно. Я не говорю, что это так вот утверждается, как догма. Негласно это считается неполноценностью. Потому что вот сейчас будет Роша Шана, и я всех вас, ну, приглашаю посмотреть фильм «Уешпизин». Такой себе вот еврейский фильм о этом празднике. И там очень интересная история. И вот там герой говорит, садится и начинает разговаривать с Богом в молитве. И он говорит за свою жену. Он говорит, что я без нее. Я только полчеловека. Действительно, ну, вот эту полноту человек обретает, когда находит свою половинку. Женщина – это целая, это сторона. Ну, не ребро. Сторона. Та сторона, которой у нас не хватает. Для того, чтобы закрыть эту брешь, надо женщина. И тогда из двух получается один человек, который находится в полноте. Такой краткий анонс. Дальше мы будем все это разбирать, изучать. Я буду показывать в Писании. И даст Бог, мы поймем. Это тема архиважная. Потому что я могу смело утверждать и заявлять. На основании слова «Божь». Потому что если в семье нет единства, если двое не стоят на основании служения Богу, тогда человек не может служить качественно ни Творцу, ни людям. Начинается поражение во всех сферах. И поэтому очень важно об этом говорить. Хорошо, заканчиваю. Шаббат шалом. И пусть мир Господний заходит в ваш дом. Ну, зажигайте свечи. Когда-то мы еще поговорим не о свечах. Покажем, как это все делается в еврейских семьях. И я думаю, что у нас будет для этого время. Мы покажем, как зажигаются свечи. Зажигайте свечи. Это одна из традиций народа. Зажигать свечи в шаббатний день. И наслаждайтесь этим покоем. Также у меня к вам небольшая просьба. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. Нам надо поднять канал, чтобы люди могли... Не только мы могли это все видеть и слышать. Ну, и люди, которые сейчас этой возможности не имеют, они тоже могли присоединиться и вместе с нами слушать. И вместе с нами. Потому что, я же говорил, цель наша это сделать, ну, как бы вот живое служение. Делать вот этот стрим, когда мы сможем вживую общаться. Всего вам хорошего. До новых встреч. Вот, жена уже... Шаббат, шалом, дорогие. Мира, покоя, радости вам. Шаббат погружается. Слава Богу за всех. Обнимаем, любим вас. Аминь. До новых встреч.